Новосибирская область началась неделя профилактики табачной зависимости. Сегодня врачи рассказали о результатах борьбы с вредной привычкой. Николай Сальников о том, как работает антиникотиновый закон. Табачный смог в Новосибирской области постепенно рассеивается. Нашумевшему закону о запрете курения в общественных местах скоро исполнится год. Сегодня новосибирские медики констатируют, введение антиникотиновых мер оправдало себя. Среди мужчин распространенность курения 40%, среди женщин 18%. Эти данные значительно ниже, чем данные предыдущих лет. Вы все прекрасно знаете эти показатели по Российской Федерации. По порядка 60% населения курящего. Количество курящих учеников сократилось с 11 до 9%. Сейчас в регионе работают специальные кабинеты по отказу от курения. Всего их 44 и каждый пациент принимается анонимно. Но медики говорят, отвыкнуть от вредной привычки мешают электронные сигареты. Многие курильщики ошибочно думают, что вреда от такого изделия намного меньше. Когда они только появились, эти электронные сигареты, очень многие взялись их покупать и пробовали. Но на самом деле у меня очень много было пациентов, которые пробовали. Ни один не отказался. Многие продолжают с помощью этой электронной сигареты, а иногда сигарету обычную. Тем более, что никотин сам по себе является очень серьезным ядом. Мы решили выяснить, у самих новосибирцев прижился ли закон о запрете курения в общественных местах. Кстати, каждый второй респондент оказался зависимым от табака. А как относитесь к тем, кто курит в общественных местах? Ну, остановки, возле метро и так далее. Я против. Я иногда с ребенком стою, человек куриц стоит. Запретили, ну, демократия же как-то, да. Тогда предоставьте место, где курят. Как вы относитесь к людям, которые курят рядом? Ну, например, там на остановке где-то и так далее. Это не напрягает вас, как не курящего человека? Я куриваю, не люблю, и не люблю нарушение закона. По мнению экспертов, теперь главное сделать так, чтобы закон реально заработал. Сейчас нарушители в большинстве случаев остаются безнаказанными. Николай Сальников, Константин Менин, Новости ОТС.